Всем привет, это Тарас Мищенко и к нам в редакцию приехал один из самых простых и доступных 3D принтеров UP+. Доступных это конечно же условно, так как его ценник в Украине находится на уровне 2400 долларов. Но таковы пока реалии на рынке 3D принтеров. В ближайшем будущем они скорее всего будут дешеветь, но сегодня это далеко не самое дешевое устройство. При первом знакомстве принтер UP+, производит смешанное впечатление. Выглядит он очень просто и немного похож на самодельный. Тем не менее это заводская модель. Интересно, что пластиковые детали и ее корпусы напечатаны на 3D принтере. И в случае поломки можно загрузить их 3D модель с сайта производителя и тут же напечатать. Так что идея о самовоспроизводящихся 3D принтерах уже потихоньку воплощается в жизнь. Основа UP+, сделана из металла. Корпус открыт и это позволяет наблюдать процесс печати с самого начала. А зрелище это поистине завораживающее. Принтер такое ощущение, что из воздуха создает объемную модель. На самом же деле UP+, печатает из АБС и ПЛА пластика. Моток располагается с его левой стороны, а нить присоединяется к печатающей головке, которая плавит пластик и постепенно шар за шаром наносит его в нужном количестве на рабочую область. Последняя имеет ширину и глубину 140 мм при высоте 135 мм. Это граничный размер того, что можно на ней напечатать. Рабочая область может перемещаться по 3 осям, в то время как печатающая головка двигается вправо или влево. Для начала печати UP+, необходимо подключить к компьютеру и через комплектную программу запустить процесс печати. Предварительно нужно подготовить STL-файл с 3D-моделью, которую можно создать в графическом 3D-редакторе, а также ее можно загрузить из интернета. Скорость печати зависит от размера и толщины слоя, который наносится. В UP+, он может быть 0.15, 0.20, 0.25, 0.30, 0.35 и 0.40 мм. В редакции мы напечатали небольшой брелок и это заняло у нас около 50 минут. Чтобы напечатанный объект можно было нормально отделить от рабочей области, UP+, создает воздушную прослойку, поэтому у напечатанного объекта отделяется один нижний слой. Это позволяет избежать повреждения объекта при отделении от пластины. Питается этот 3D-принтер от электросети, при этом подключается он к ней через адаптер, похожий на тот, который используется в ноутбуках. Пока говорить о массовом внедрении 3D-принтеров еще рано, да и нужны они далеко не всем. Тем не менее, такое устройство, пусть и за высокую цену, уже сейчас дает людям возможность в домашних условиях создать детали, которые раньше можно было сделать только на заводе.